Ты кто такой? Джет Маккалеб Наш сегодняшний герой – один из самых влиятельных людей в индустрии криптовалют и блокчейна. Человек, участвовавший в создании двух крупных криптовалют. Его имя постоянно фигурирует в заголовках СМИ, но в основном с негативными поводами. Давайте разбираться, кто он? Джет Маккалеб – американский банкир, программист и предприниматель. Основатель первой в мире криптовалютной биржи МТГОКС, а также сооснователь финтехкомпании Риппл и Стеллер. Джет регулярно занимается благотворительностью, вот совсем недавно пожертвовал 500 тысяч долларов исследовательскому институту машинного интеллекта. Черт, пока ни одной зацепки. Он чист. Маккалеб родился в 1975 году в городе Литл-Рок, штате Арканзас. В этом же городе он закончил среднюю школу, после чего поступил в Калифорнийский университет в Беркли на специальность программирования. Но в конце концов он бросил школу. И переехал жить в Нью-Йорк. Нам неизвестно, чем занимался Джет до 2000 года, но в этом году он создал компанию Metal Machine Incorporated, которая выпустила сеть для обмена файлами eDonkey и приложение eDonkey 2000. На пике популярности приложение выросло до 4 миллионов пользователей. Через год после создания этого проекта к нему присоединился Сэм Яган, занявший должность генерального директора, а сам Маккалеб был техническим директором. Чуть позже Джет создал сетевой протокол Овернет, который создавал децентрализованную среду для хранения файлов. Но в 2006 году Американская ассоциация звукозаписывающих компаний предъявила претензии к Маккалебу, к его проектам, а также заставила прекратить распространение приложений и выплатить штраф в размере 30 миллионов долларов. А еще прекратить существование и... И в общем, нельзя быть таким крутым, подумали в ассоциации. В 2007 году Джет приобрел доменное имя mtgoks.com с намерением создать сайт для продажи артефактов для игры Magic The Gathering. Но спустя некоторое время он отошел от своей первоначальной идеи, а в конце 2010 года Маккалеб запустил биржу для торговли биткоинами. Как видите, Джет эмотало от одной идеи к другой. Обязательно досмотрите видео до конца и узнаете, что в итоге привело его к богатству. Едем дальше. Спустя несколько месяцев биржа получила бешеную популярность. В феврале 2011 года Маккалеб продал биржу mtgoks марку Карпелису и до момента ее взлома в 2014 году оставался ее миноритарным владельцем. Тогда же Маккалеб присоединился к Райану Фугеру, который занимался реализацией идей для проекта Ripple. Дальше следует череда метаний и хаоса. Приготовьтесь и сядьте поудобнее. Получив одну из главных управленческих должностей в Ripple Labs, он принял на работу Дэвида Шварца, а также получил инвестиции от Джесси Пауэлла. Чуть позже Маккалеб принял на работу Артура Бритта на должность менеджера по развитию, а затем нанял Криса Ларсона на пост генерального директора новой компании, которая была известна как OpenCoin. Позже ее переименовали в Ripple. Он вел активную работу над созданием платформы до июня 2013 года, но затем был вынужден покинуть компанию. Стоп. Это что? Все было зря, что ли? Ну, как выяснилось, все было не напрасно. Благодаря своей работе в компании Ripple Labs, Джеду удалось накопить большое количество сбережений в криптовалюте. Поговаривают, что на пике цен в январе 2018 года его состояние достигло 20 миллиардов долларов, что поставило его на сороковое место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes. Уход из успешной на то время компании Ripple, над которой работала одна из самых профессиональных команд в мире, был спровоцирован значительной централизацией проекта. Поднимая перспективность технологий, заложенных в Ripple, Маккалип решил создавать аналогичный продукт, который бы в большей степени соответствовал принципам децентрализации. Таким образом, в 2014 году он стал соучредителем некоммерческой организации Stellar Development Foundation вместе с Джойсом Кимом. Этот фонд был создан для разработки протокола с открытым исходным кодом Stellar, позволяющего осуществлять трансграничные денежные транзакции, включая фиатные и цифровые валюты. Проще говоря, Маккалип сделал тот же проект, что и в Ripple, был только более свободный и независящий от центра. Да, Крис, так можно было. Фонд был зарегистрирован 31 июля 2014 года и получил кредит в 3 миллиона долларов инвестиций на развитие от технологической компании Striple. Изначально Stellar разрабатывали свою платежную сеть на протоколе Ripple, который Маккалип разработал ранее, но позже был создан собственный протокол для Stellar. На данный момент Джет Маккалип является главным техническим директором Stellar. А вот дальше начинается самое интересное. В мае 2017 года Джет запускает сайт Lightyear. И уже в октябре компания заключает партнерское соглашение с IBM для совершения банковских операций на блокчейн с использованием внутренней валюты. В сентябре 2018 года Маккалип договаривается о слиянии Lightyear и Chain.com, создав новый объединенный объект под названием Interstellar. Возможно, таким образом Джет ответил на критику со стороны СМИ. Я есть космос! В первом квартале 2020 года компания Маккалипа продала огромное количество криптовалюты. CryptoOil считает, что это подавление цен продлится до того момента, пока Маккалип не распродаст большую часть своих монет, только после этого цена начнет долгожданный рост. Цитата. Я полагаю, что как только его кошелек значительно похудеет, Triple наконец начнет привлекать новых инвесторов. На данный момент любое ценовое продвижение вверх будет подавляться Джетом. Конец цитаты. Да, Джет Маккалип, теперь мы знаем, кто ты такой. Надеемся, вам понравилось. Не забудьте поставить лайк и подписаться. И самое главное, пишите в комментариях свое мнение о герое. А также жмите колокольчик для того, чтобы не пропускать интересные видео. Эксмо. Мы говорим о людях.